Здравствуйте. Может вопрос какой-то интересный есть? Конечно. Как вы считаете, что такое терракот? Терракот? Да. Я слышал, что какое-то есть отношение к керамике. Терракотовая керамика есть. Я вообще не знаю. Мне только что собеседник задал вопрос, что такое терракот. Не знаю. А может у вас какой-то интересный вопрос есть? Есть. Как вы считаете, украинская армия сильная? Украинская. Как угодно. По вашему? Ну, конечно. Конечно. На каком месте в мировом рейтинге она стоит, по вашему мнению? Вы знаете, не могу сейчас сказать, не интересовался. Ну, первая десятка, вторая, третья, четвертая, пятая, десятая. В мире вы полагаете? Да, в мире, конечно. Вы знаете, ну я так бы думал, что где-то вторая десятка, третья. Вторая десятка. Но это, честно говоря, это все фигня. Как мне кажется. А что не фигня, по вашему мнению? А не фигня это обеспечить неприемлемые потери захватчику. Я объясню, в чем дело. Мы же не хотим захватывать чужие территории. Вы не хотим? В отличие от вас, конечно же. В отличие от вас, от вашей империи, мы не являемся империей. Нам не нужны новые территории. Вы не империя. Конечно же. Замечательно. Это очень хорошо. Вот подождите. Меня зовут Александр, город Харьков. Я знаю. А вы откуда? А меня зовут Игорь. Я из республики Карелия. Великолепно. Да. Ну так продолжим. Да. Я вас перебил, прошу прощения. Ничего страшного. Это я вас перебил. Ну и продолжайте. Вот. Это нанесение неприемлемого ущерба захватчику-оккупанту. Так. И в каком месте вы нанесли неприемлемый ущерб? Можете назвать? В каком потоле? Он начался с тех пор, этот неприемлемый ущерб, когда ваше государство засекретило потери российских военнослужащих в мирное время. Так. И вот тогда этот ущерб начал настолько быть неприемлемым, что вы, подождите, не перебивайте меня, что его пришлось ввести в список государственной тайны. Если вы обнародуете эти данные, то разглашение государственной тайны является тяжким преступлением, уголовным преступлением. А вы не знали об этом? А если подумать немножко. А как по-вашему? Разве разглашение государственной тайны не является тяжким уголовным преступлением? Давайте постепенно. Вот к этой тезе мы тоже подойдем. Вы сказали, что украинская армия нанесла российской армии неприемлемый ущерб. Назовите, в каком котле это произошло? Это можно взять любой котел. Ваши военнослужащие погибали. Конечно, ваши военнослужащие. Из Варина. Точно. Донецкий аэропорт. Точно. И Донецкий аэропорт. И Изварина. Ото всех точек шли гробы на Россиюшку. Конечно. Нехорошо. Именно поэтому пришлось засекретить. Александр, в каком же из этих котлов украинская армия, выходя без оружия, нанесла непоправимый ущерб российской армии? Гробы шли изо всех этих мест. А украинская армия выходила без оружия? Из котлов. Еще раз. Вы же спрашивали, где мы вам нанесли поражение, я вам говорю. Из котлов. В каком из котлов что? В каком из котлов что? Украинская армия нанесла непоправимый ущерб российской армии. Во всех. Гробы. Да, это суммарно. Гробы же шли на вашу страну изо всех котлов. Александр. Александр. Но вы казались гораздо умнее. Ну, ну. Как вы полагаете, что такое термин котел? Подождите, что такое термин котел? Вы, по-моему, не очень понимаете значение окружения чего? Окружение. Воинской группировки. Какой воинской группировки? Сколько, ну вот, например, окружение взвода, это может быть котел или нет? Украинская армия. Какие численности? От 500 до нескольких тысяч человек. До нескольких тысяч человек. А, то есть, если несколько тысяч человек, ну, больше нескольких тысяч человек, то это уже не котел. Сейчас я вам, я сейчас конкретно скажу, если вы не знаете. А у меня сразу вам, пока вы там ищите, а как вы думаете, зачем потребовалось секретить количество гробов, которые пошло к вам, на вашу территорию, ваших граждан в том числе, из каждого из этих котлов? Если вы приходите на территорию России, достаточно взглянуть на карту. Изваренный, это населенный пункт, от центра которого до границы всего полтора километра. Причем линия границы в этом районе образует своеобразный мешок, в который и попали силовики. Сколько силок и веков, зачем вы эту ложь мне включаете? Ну, я просто хочу... Там же ж про какие-то... Я же вам не включаю, Дю Дойча, Вахеншау. А давайте, а давайте, а давайте Дойча послушаем. А давайте не будем слушать. Что Дойча говорит про вас? Ну, вот я, например, вы же спрашиваете, в каком? Я же говорю, в вашей СМИ вы ищете информацию. Вы нашли информацию, сколько из Изваринского котла? Подождите, я вам задаю вопрос. Подождите. Вы задаете кучу вопросов. Нет, кучу вопросов. Вы меня перебиваете. Так я же... Вы отвечаете на какой-то другой вопрос. Вы меня разочаровываете. Ничего страшного. Это очень хорошо, что я вас разочаровываю. Ну, я все-таки не оконно, что я не зря вас перелистовал. Оставайтесь дальше в своей реальности. Слава тебе, Господи. Оставайтесь вы дальше в своей реальности. Это не вам.